Приветствую зрителей канала Upgrade24. Сегодня в рубрике Живое место мы в гостях у художника-дизайнера и владелица этого прекрасного шоурума Манхэттен Татьяной Снеж-Лебедевой. Креативный директор Баленсиага Демна Гвасаля говорит о том, что в моде нарушен баланс между коммерцией и творчеством, что рынок сейчас диктует, что делать, как делать именно с целью продаж. Вот этот жесткий сейчас тайминг показов, чуть ли не 4 показа в год, круизные коллекции, сезонные коллекции, предколлекции, что художник теряет вот эту свою суть художника-создателя и такого креативного человека, а в погоне за кассой, так сказать, полностью встраивается вот в эту бизнес-историю целиком и полностью. Почему спрашиваю? Вот вы сами в одном лице получаетесь и заказчик, и создатель, и владелица бизнеса. У меня вопрос, насколько общение с вашим покупателем, непосредственно которого вы видите, одеваете, отдаете вещи в примерочную, влияет потом на создание коллекции? Ну, я вот скажу по поводу вот этих вот слов, да, что это действительно верно, потому что если компания, крупная компания хочет выжить, будь то там фэшн или любая другая, она должна встраиваться в какие-то экономические рамки. То есть здесь иначе не получится. То есть у крупных компаний, которые занимаются дизайном, у них есть какие-то ценовые категории, да, в которые там брюки не должны стоить там больше 80 евро, там, ну там, как пример, допустим, в себестоимости и так далее, потому что это влияет на закупки. То есть это влияет на закупочную цену в шоурумы. У меня, я не со многими шоурумами работаю, и с теми, с кем я работаю, это все-таки шоурумы, которые берут маленькими партиями каких-то дизайнеров, то есть они не привязываются в своей ценовой категории к каким-то, ну, то есть к каким-то там критериям, к какой-то там нише, вот. И для меня, конечно, ну, это как бы больше, больше свобода творчества, вот. Потому что я, во-первых, видя, ну, собственно говоря, по поводу вопроса, да, когда ты общаешься с покупателем, ну, конечно, это, ну, это дает больше даже вдохновения. Для создания коллег. Да, конечно, для создания, потому что ты видишь, как человек реагирует на тот или иной продукт, да, то есть, ну, так или иначе, это продукты, все равно, любые коллекции, то есть, любая модель. В любом случае это продажа. Да, в любом случае, то есть, ничего это делается. То есть, если бы это было чисто искусство, то это был бы уже другой вопрос. Вот. И покупатели, они дают новые идеи, новые, там, скажем, какие-то направления для развития, то есть, всегда есть какая-то потребность, которую дизайнер, как творческий человек, может реализовать, там, в своем стиле. Вот. И покупатели дают такие, да, посылы для того, чтобы это разрабатывать. Ну, а ты дальше уже можешь, в зависимости от твоих желаний, там, как-то, там, делать какие-то модели, которые подойдут или не подойдут, это уже сказать об этом невозможно заранее. То есть, даже если ориентироваться, там, четко на потребности покупателей, и факт, что это сработает, лучше всего сработает, вот, скажем. Ну, потому что каждая, даже целевая аудитория, каждая клиентура какого-то конкретного дизайнера, они, в первую очередь, покупают личность дизайнера. То есть, они, там, им нравится. Его концепция, его философия, его отношение к миру, который он вложил в коллекцию вещи, которые они носят. Да, все верно, потому что, если ты будешь полностью переходить на сторону покупателя и смотреть его глазами, люди не знают, что им надо. То есть, это, ну, факт. Они не знают, что они хотят. Они видят, и они хотят то, что они видят. Поэтому здесь стоит прислушиваться, ну, смотреть, но, в первую очередь, идти той дорогой, какую ты, там, выбрал себе. Или я вижу, допустим, что, там, достаточно такие дорогие, там, платья, там, из шелкового бархата, на которых, там, сделаны зайчики. Они нравятся взрослым женщинам, таким уверенным в себе. То есть, я понимаю, что можно дальше экспериментировать в этом направлении. То есть, ничего меня не сдерживает. То есть, вы уже, исходя из этого, понимаете, что это ваш бестселлер ваших каких-то коллекций. И вы можете ее повторить в другой интерпретации, но оставив эту модель. Обязательно. То есть, есть бестселлеры, которые надо повторять, потому что люди очень огорчаются, если их потом нет. Получается, что вы где-то идете на поводу за покупателем, ну, в этой связи. И так или иначе, ну, вы делаете то, что покупается. Правильно? Да, безусловно. Мне надо как-то жить. Потому что это бизнес. Да. Скажите, Татьяна, какие коллекции сейчас представлены в бутике? Я знаю, что у вас две линии. Более того, вы выпускаете еще кутюрную коллекцию. Правильно? Вот на сегодняшний день какие линии в бутике? Это две линии или... Ну, мои две линии. У меня есть линия Таня Снеж-Лебедева. Это полное творчество. То есть, это мои принты на шелке и так далее. Здесь я, в принципе, делаю. Делаю какие-то коллекции, которые не связаны. Может быть, даже... Мы продаем порой одной модели, там, две штуки в сезон. То есть, не так много. Но они доставляют мне удовольствие. Просто я это делаю для себя. Для себя, ну, а некоторые очень даже хорошо продаются. Вот, и Силеншуст, это более такая повседневная коллекция, которая носибельная абсолютно. То есть, она из натуральных тканей. Там мы берем... Ну, я и моя команда, мы берем за основу вот такие вот исторические классические... Классический английский стиль. И перекладываем там в новые какие-то лекала. Там у нас ткани хорошие, натуральные. То есть, это очень такая прям для жизни приятная коллекция. А какая, Татьяна, была необходимость все-таки в рамках, так скажем, все равно это дом моды в любом случае. В рамках одного дома моды в вашем лице разделять эти коллекции. Они по тканям, они по ценовому диапазону, они идейно... Они идейно совершенно разные. То есть, они обе мне нравятся и дороги. Вот, но поставить их, я понимаю, я как бы мучаюсь, конечно, с тем, что это две разные линии. Потому что порой хочется ткани совместить, а нельзя ткани должны быть разными. Да, вы же как бы, получается, распыляетесь... Ну, не только распыляетесь, вы... Ну, распыляетесь, да. Да, распыляетесь на доведение двух линий, на создание двух коллекций. И поэтому у меня они выпускаются не так часто, они выпускаются не сезонно. А, допустим, Таня Снеж-Лебедева – это коллекция, которая выпускается ситуативно. То есть, там, в какой-то коллекции, там, с зайчиками мы просто дополняем ее периодически. Сложность не расстаться, она и мне нравится. Вот. Но они просто не похожи. То есть, невозможно совместить шотландскую клетку и, там, рыбок, нарисованных вручную и таких... Вот, говоря об российской фэшн-модной, так скажем, индустрии, и вот не беря в расчет нынешний кризис, на ваш взгляд, главные проблемы, почему мы вот сейчас там, где есть, я имею в виду русский фэшн... Да, и что это? Это убитая промышленность? Это отсутствие образования? Или это все-таки вот полный игнор со стороны государства, ну, вот к этой индустрии? Или это комплекс проблем? Вот, на ваш взгляд, вы и со стороны владелицы бутика, и со стороны творческого человека, который сам это производит. Вот, основные... Почему мы вот не Италия, не Франция? Ну, почему мы не Италия? Потому что мы не Италия. Мне кажется, у них там в крови что-то подмешано, что... С вином. Да, с вином. Они пьют это с вином. Да, это очень давно у них уже, видимо, все. Это уже никак не искоренить в каждом человеке. Вот, у нас, ну, государство... То есть, генетически. Италия – это вообще отдельная история. Поставила крест, Татьяна. А что касается государства, я даже не знаю. Тут, ну, кто из нас делает какую-то ставку на государство? Главное, чтобы оно не мешало. Как я говорю. То есть, пусть это будет клондайком таким, где каждый сам себе намывает этот слиток золота. Ну, так самое-самое лучшее время было перестроечное, когда государство... Это сейчас мы говорим, что самое лучшее время, оказывается, было перестроечное. Ну, да. Ну, все познаются с сравнением. Но когда государство не вмешивается, это же прекрасно. Потому что сейчас... Ну, ладно, не будем об этом. Вот. А почему так? Я думаю, что просто потому, что был провал. То есть, все страны развивались. У нас никакого развития не было. Сейчас просто с таким отрывом приходится нагонять. И потом многие дизайнеры, они... Ну, по крайней мере, как я вижу, да, я могу ошибаться. Многие нацелены на исключительно продажи. То есть, у них простые модели. Ну, сложно назвать их дизайнерами. Некоторые есть дизайнеры вообще. То есть, они практически не продаются там у них. Не то, чтобы они не продаются, потому что некому продавать. Потому что они не могут настроить производство. То есть, они не могут, как обычный дизайнер, вот не хватает вот этой коммерческой жилки. Они не могут сформировать свой бизнес таким образом, чтобы получать деньги, чтобы... Чтобы из хобби сделать бизнес. Да, да. Чтобы из хобби сделать бизнес. Все верно. Чтобы какими-то партиями, которые могут позволить им дальше существовать, продавать это и реализовать в шоурум. Они даже не могут поставить в шоурум то количество, которое они запрашивают. То есть они не закупили ткани, ткани кончились, там еще что-то, то есть не наделали принтов каких-то тех, которые продаются. То есть это просто непродумность, да, то есть это творческий человек, допустим, очень талантливый действительно, который прекрасно бы продавался, ему не хватает менеджера, ну, просто человека, который будет стоять над ним и никак не вникая в творческую составляющую налаживать бизнес. То есть для этого нужно как-то понимание какое-то, наверное, именно этого, потому что дизайн, ну, даже те, кто у нас продаются периодически, это все люди, которые живут сегодняшним днем, то есть они продали, получили деньги, все отлично, то есть они не думают о том, что там надо развиваться в дальнейшем, то есть что нужно что-то копить или куда-то идти, к чему они идут и так далее. То есть нет каких-то прогнозов долгосрочных с точки зрения экономики всей этой? Ну, не строят, да, никто не строит прогнозов, никто не занимается экономикой в принципе. Вот, мало кто занимается, и даже из тех именитых дизайнеров, вот кто на слуху, это всегда проблема, то есть всегда приходит какой-то там инвестор, начинается уже тот самый бизнес, о котором мы говорили в самом начале, да, что надо все привязывать к экономике, что надо все-таки как-то корректировать свои... Ну, чтобы рынок диктовал в конце концов и загонял в какие-то рамки. Да, в какие-то рамки, но вот я считаю, что в принципе любой дизайнер, ну, любой творческий человек, если там даже его загнать в какие-то финансовые рамки, творить все равно можно. Вот другое дело, что когда наступает такой момент, когда бизнес уже вырос до такой степени, что приходится как-то корректировать уже свой ценовый диапазон, немногие хотят, немногие готовы пожертвовать творчеством для того, чтобы... Там, для денег. Ну, это такая дилемма, которая всегда, мне кажется, будет существовать. Вот отсюда у меня тогда следующий вопрос. Интернет, тот же Инстаграм сократил сейчас и отрезал цепочку от вас, от художников до меня как покупателя, да, допустим. Я отшив коллекцию, создал страницу в Инстаграме, накачал какими-то способами себе подписчиков. То есть я миную всех байеров, показы мод, модную критику, журналы. Я миновал всех, всех, и вышел на рынок сразу с коллекции. Вот у меня сейчас такое ощущение, что некий бум в России, везде у нас дизайнеры, их много. И вот мой личный позитивный прогноз, что пройдет какое-то время, и из этой огромной массы все-таки родятся настоящие какие-то дизайнеры. Что это кипение русского котла, оно должно все-таки из этой пены, так сказать, родиться несколько афродит. Вот у вас есть это ощущение или нет? Я абсолютно в этом уверена. Но это неизбежный процесс. То есть творчество, вот эта творческая волна, она развивается, она в любом случае будет захватывать молодежь. И сейчас очень много интересных дизайнеров, действительно интересных. То есть тех, кто, ну, что отличает дизайнера от не дизайнера, да, не там качественные вещи или еще что-то, ну, так же, как и с художниками. Это свой стиль. То есть какой угодно, любой, вообще, все, что угодно. Узнаваемый, да, просто узнаваемый стиль. Вот, и это очень важно, то есть просто идти на своей волне, вот, в своей стилистике. И, ну, я тоже, я просто маньяк всего этого пою. Я люблю дизайнеров других, у художников, я всех покупаю, мне все нравится. Ну, кто действительно интересный. Вот, и вне зависимости от действительно, что сделал Инстаграм, да, вне зависимости от географии, то есть человек может жить где угодно. Там я находила дизайнеров очень интересных, там, ну, не знаю, Владивосток. Для меня это очень далеко. То есть это вообще дальше, чем все, что можно придумать. Дальше, чем КАН. Дальше, чем КАН. Вот. И люди, ну, то есть, в принципе, мир стал маленьким, то есть интернет так сократил вот это все расстояние до ничего, да, и, в принципе, логистические компании творят чудеса, то есть нет никаких преград, и действительно очень много интересных людей, ну, как бы, не так, может быть, много, как в Италии, вот, но они все со своим, вот, со своим стилем, с какими-то своими фишками, и даже молодые совсем дизайнеры, которые, может быть, там, ничего не заканчивали, или просто как хобби это начинается, есть люди, у которых вот есть этот пунктик, то есть они вот делают что-то такие, придумали себе там, делать ручные принты в виде, там, тропических цветочков или еще чего-то, вот, и делают, и это замечательно. Мне кажется, что просто с развитием таких, ну, с большим количеством таких людей, с опытом, да, с тем, что новые люди, новые дизайнеры, да, молодые, они будут видеть все это, ну, то есть, в принципе, дизайнеры других стран доступны, да, то есть, тот же самый Пинтерест, да. Ну, да, сейчас любой показ уже через несколько часов в интернете. Да, 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 то есть, все можно смотреть, и это огромное, ну, как сказать, это вдохновение, то есть, это большая волна вдохновения, которая потом как-то перерабатывается, наверное, находит отражение в любом человеке. Будем надеяться и очень этого ждем. Татьяна, скажите, пожалуйста, кто из русских дизайнеров, российских дизайнеров, российских домов моды, возможно, вам более импонирует с точки зрения развития именно как бизнеса, как целиковой истории? С точки зрения маркетинга, да, мне нравится, то есть, это вообще чисто вот бизнес-проект, изба, это концепция, да, то есть, взяты вот эти наши истоки, названия, цена, то есть, вот, и плюс мне нравится Татьяна Парфанова, вот, почему-то вот она мне близка очень, с ее вот этими всякими вышивками, там, такими собачками, птичками, вот, но она, она художник, она, вот у нее в каждой работе, это произведение искусства, мне это нравится, и, в общем-то, не знаю, как у нее идет бизнес, но... А как тогда, расскажите о ваших планах, как вы планируете развиваться, или вы все-таки, ну, вы в этом пространстве и в этих масштабах, вот, себя комфортно чувствуете, и, ну, вот, как бы дальше вам и не нужно? Ну, да, конечно, это такой вопрос, который рано или поздно встает перед любым дизайнером, вот, и, ну, я думаю, что все должно идти своим чередом, когда я пойму, что пора переходить на другие обороты, мы это сделаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова